Девушки отдыхают Уверен, что настольная игра в футбол позволит тебе вместе с твоими товарищами, друзьями скрасить время, организовать ваши свободные графики и времяпрепровождение и наполнит новыми идеями и возможностями для общения друг с другом, поводами. Поэтому искренне поздравляем с наступающим Новым годом, тебя, твоих родителей, всем здоровья, как и всем нашим землякам, всех с наступающим. Десятилетний Артем Борганец сейчас главный мужчина в семье. Уборка снега входит в его ежедневные обязанности. Помимо этого хватает и других домашних дел, но школьник всегда находит время для занятий спортом. Каждый день я стараюсь заниматься по 10-5 раз. Из многообразия видов спорта Артем отдал предпочтение футболу. В свободное время смотрит чемпионаты, болеет за любимые команды. В школе только по средам, один раз в неделю. А так дома бывает вот что. Ну, конечно, дома я не разрешаю с мячиком играть. Но на улице летом всегда есть возможность поиграть с друзьями. Я когда пошел на секцию футбола в школе, я увидел, как там все дети играют в этот футбол, и я решил заняться тоже футболом. Меня папа там немного подучивал, и физрук, учитель в школе. Мне нравится футбол, потому что там можно бегать, забивать голы, все такое, и радоваться. К здоровому образу жизни мальчика приобщил отец. Он работает с инструктором по спорту. Но с октября находится в зоне проведения специальной военной операции и защищает границы нашей родины. Смотри, папа прислал новые фотографии. Наш боец. В семье очень ждут своего защитника, поэтому в канун Нового года Артем загадал сразу несколько желаний. Мое самое большое желание, это чтобы мой папа и все папы вернулись домой живыми и здоровыми. А еще, чтобы поскорее наступило лето, чтобы гонять мяч с отцом. Правда, теперь ждать тепла вовсе не обязательно. Играть в футбол можно будет круглый год. Здравствуй, Артем. Поздравляем тебя с Новым годом. Спасибо большое. Желаем тебе успехов в спорте и в любых других начинаниях России. Большое. Настольный футбол – давняя мечта мальчика, поэтому комплект быстро собрали и разыграли первую партию. Поддержать ребенка нашего коллеги, инструктора по спорту Карабашского сельского поселения – это большая честь для нас. Дмитрий Карлович – очень ценный сотрудник. По штукам... Сам себе. Так вот можно и дома поиграть, если лето. Ну, сейчас на дворе зима, поэтому можно дома поиграть. Вот в этом настольный игру футбол. Спасибо огромное. Ты счастлив? Да. Янис, 12 лет, Сорокинский район. Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, проектор «Звездного неба». Заранее спасибо. Янис, безусловно, твое желание Дед Мороз осуществит, и ты получишь проектор «Звездного неба». Я, правда, сам не знаю, что это такое, но, надеюсь, ты, потом мы с тобой созвонимся, и ты поделишься, может быть, и вышлешь фото этого проектора, и поделишься своими впечатлениями вообще, что это такое. А мы посмотрим, я посмотрю, и, может быть, уже не Дед Мороз, а приобрету для своих ребятишек такой же проектор. Я думаю, что это действительно хороший подарок будет для них в Новый год. У многодетной семьи Калмаковых из села Пенигина Сорокинского района большое хозяйство. Накормить овец и коров и стопить баню помогает самый младший – Янис. Старшие братья и сестры учатся в городе. Глава семейства добровольцем ушел на защиту Родины, справляться с домашними делами для шестиклассника – почетная миссия. Янис выполняет и еще одно поручение отца – всегда быть добрым, активным и продолжать заниматься спортом. Диплом за окончание начальной школы, еще и за волейбол первое место в командной игре. У нас папа работает давно методистом по спорту, и мы в вечернее время оба работаем, поэтому брали его с собой, не с кем было оставлять. Он самый у нас маленький ребенок в семье, и вот поэтому с детства он приучен с собой брать. И вот он это все смотрел, а когда пошел в школу, стал заниматься вот уже волейболом. Причем настолько увлекся, что в короткие сроки достиг мастерства и теперь играет в сборной школы наравне со старшеклассниками. Он незначительно отличается от них по росту, но в силе и ловкости не отстает. Янису 12 лет, и несмотря на свой юный возраст, он активно влился в более взрослую команду и хорошо уже выступает. Я тут в прошлом году, как раз у нас была спартакеада школьников по осени, и Янис в составе той команды, которую мы сегодня сюда пригласили, выступал. И они как раз вот со школы номер один играли в финале, играли за первое место. Закрепить звание победителя не только районных турниров, но и областных – заветная мечта всей команды. Но у Яниса есть и еще одна. Благодаря акции «Елка желаний» она осуществится. Янис, мне сегодня выпала огромная честь, приятная миссия – передать тебе подарок. Это твоя мечта, новогодний подарок, который ты заказал Деду Морозу на Новый год исполнения. Это, значит, проектор «Звездное небо». Пусть он тебе служит и радует. Поздравляю. Космический подарок сопровождает символ предстоящего года. И пусть его принес не Дед Мороз, а заместитель главы района, радость от того, что мечта исполнилась, скрыть невозможно. Я хотел себе такой подарок, чтобы украсить свою комнату, и чтобы было ярко на Новый год. Чтобы когда я ложился спать, мне снился такой сон, где вот это небо было бы, которое будет сверкать в моей комнате. Кирилл из Уадского района. Ему 8 лет. Он написал в открытке, что очень хочет в подарок получить самолет на пульте управления. Ну что ж, Кирилл из Уадского района. Я с большим удовольствием выполню ваши желания вместе с Дедом Морозом. Остается совсем немного дней до Нового года, но обещаю, это желание мы обязательно выполним. Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, набор детской косметики. Анна М, 9 лет, Уадский район. Дорогая Анечка, твое желание непременно сбудется. И, конечно же, Дедушка Мороз тебя обязательно поздравит. С праздником тебя, с наступающим Новым годом. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Наконец-то он прибыл я. С Новым годом поздравляю. Счастья, радости желаю. Без печали и забот снова встретим Новый год. Дедушка, а туда ли мы попали? Здесь ли живут Анна и Кирилл? Да. Здесь? А елочка есть у вас? Ребята, какая она нарядная и красивая. Пойдемте посмотрим. А стишки для дедушки выучили? Ну, а кидайте, вставайтесь. Дед Мороз прислал нам елку, огоньки на ней зажег. И блестят на ней иголки, а на веточках снежок. Мы елку нарядили, ищем тут звезды сейчас. Когда наступит праздник, он лучше для всех нас. Мы дружно веселимся и вводим хоровод. А дед Мороз хороший, подарки раздает. Мы желаем, чтобы в Новом году все-все ваши желания всегда исполнялись. И все ваши мечты обязательно сбудутся. Мы с дедушкой в это верим. С наступающим Новым годом, друзья. Ну что, Снегурочка, нам пора, пришла пора прощаться. Нас ждут другие дети. До следующего Нового года. Пока-пока, ребята. Вот так под Новый год исполнились мечты Кирилла и Ани Медведевых. Брат и сестра живут в деревне Солянка у Ватского района. Визиты Деда Мороза в дом они не ожидали. Как и того, что он принесет именно те подарки, о которых они мечтали. Ну ждали. Очень долгое уже ждали. Ждали. Ну рада ты подарку? Угу. И кладь. А где запускать будешь? Дома. Дома же нельзя? Я в Татаре уже запускала, он тут у него тоже уже бывает. А уже у него был самолет. Угу. И что с ним стало? А с стенки прилетала, все, и самолет. Нет. Вон он еще остался. Пробный полет не совсем удался. Видимо, надо что-то настроить, чтобы самолет набрал высоту. А вот праздничному макияжу явно быть. Кстати, и Кирилл, и Аня занимаются спортом. И даже сдали нормативы ГТО для своего возраста. Ну бегаю, и там всякое, всегда на спорте света, и езжу всякое. Какие у тебя вообще мечты, может, есть или еще что-то рассказать? Не, мечтов нет. Мечтов нет? Нет, вообще нет. Кстати, папа Ани и Кирилла работают методистом по спорту в местной школе. Сейчас его дома нет. Глава семьи ушел добровольцем в зону СВО. Нет, он ни с кем ничего не посоветовался. Все, собрался и пошел, потому что знает, что будут слезы. В общем, никому ничего не сказал и ушел. С папой Медведевой каждый день на связи. В следующий раз обязательно расскажут, что Дедушка Мороз принес заветные подарки. А также поделится своими планами на Новый год. Мы праздновать и не хотели, раз не вся семья в сборе. Хочется, чтобы и муж был тоже дома. У нас одна мечта, чтобы муж и папа пришел жив и здоров. И тогда жизнь Медведевых из Уватского района вернется в прежнее русло. А дети поставят с папой новые спортивные рекорды. Аня, 15 лет. Тобольский район. Дед Мороз. Я давно мечтаю играть на гитаре. Прошу тебя исполнить мою мечту. Ну что, Аня, я думаю, что твоя мечта состоится. Для этого необходимо взять гитаровые уроки и начать учиться играть на гитаре. И твоя мечта состоится. В Доме культуры села Малая Зоркальцево проходит необычное новогоднее представление. В зале дети, мобилизованные граждане Собольского района. Среди них Аня Чаркова. Девочка приехала с мамой и младшей сестрой из родного поселка Прииртышского. Пусть Аня уже и не верит в Деда Мороза, но все же у новогоднего волшебника она кое-что попросила. Либо фотоаппарат, либо гитару. А почему? Я красиво фотографирую и уже несколько лет мечтаю научиться играть на гитаре. Ну, вообще, основной вид деятельности лыжи у нас, любовь, все средства как бы уходят туда. Можно сказать, что Аня потомственная спортсменка. Бабушка до сих пор профессионально катается на лыжах. Мама работает тренером, преподавателем по лыжным гонкам в Прииртышской школе. А папа является сотрудником Тобольского промышленного гиганта Сибур. Но летом его мобилизовали в зону специальной военной операции. Поэтому этот Новый год семья будет встречать без главы. Но Новый год на то и волшебный праздник, чтобы мечты все-таки сбывались. Дедушка Мороз выбрал тебя победительницей в елке желаний. И мы решили подарить тебе вот такой подарочек. Поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Расти такой же умницей и красавицей. По габаритам коробки можно догадаться. Внутри та самая гитара, о которой так мечтала Аня. Но все же это не убавило восторга от новогоднего подарка. Очень красивая, удобная. Мне нравится. Много песен есть, которые мне нравятся, которые я хотела бы на гитаре сыграть. Допустим, Макс Корж. Горы по колено. По словам мамы, дочь просила у родителей музыкальный инструмент почти три года. Но с плотным графиком тренировок и большим количеством домашних дел все как-то не доходили руки. Остается только найти преподавателя, который научит Азан до старта учебного года. Ведь дальше Аня планирует изменить свою жизнь. Я планирую после девятого класса уйти учиться в Санкт-Петербург. Вот. Там поступить на тренера, физкультурника. И дальше развиваться в спорте. А гитару-то в Санкт-Петербург с собой возьмешь? Конечно. А там, в Санкт-Петербурге, Аня выучит новые аккорды и новые песни, которые исполнит отцу, когда он вернется домой.